В мае 2022 года правительство Республики подписало постановление, установившее арендную плату в размере соответствующей доходности земельного участка с учетом категории земли. В первую очередь такое решение было принято для соблюдения баланса интересов арендатора и арендодателя. Так, аренда для индивидуального жилищного строительства составила 4% от кадастровой стоимости, а для участков, отведенных под коммерцию, МЖС и других – 15%. Проводя мониторинг проблем из жителей города и просматривая социальные сети, депутат Элистинского городского собрания Максим Сорокин прокомментировал тему изменения в законодательстве. Просматривая соцсети, обратил внимание на тему, касающуюся определения арендной платы в городе Элиста. Развернулась бурная дискуссия, наши граждане не понимают, кого касается этот вопрос. У кого будет расчет арендной платы по новым правилам? Данное постановление не касается всех, кто приобрел земельные участки через аукцион. Это большая часть наших граждан, увеличение арендной платы не касается, ну и разумеется, не касается всех собственников земельных участков. Далее, это не касается всех, имеющих в соответствии с федеральным законом, законом Республики Калмыкия, право на переочередное или внеочередное приобретение земельных участков. Для них ничего не поменялось. То есть, многодетные, инвалиды, социально незащищенные наши граждане, для них так и останется 0,3% от кадастровой стоимости. Увеличение аренды коснулось только тех, кто взял участки без аукциона. По публикациям, так называемым, и заявлениям, честно говоря, по непонятным для меня основаниям. Раньше, оказывается, так можно было. То есть, без аукциона как-то можно было брать эти участки. Сейчас только через аукцион, кто взял через аукцион, изменения по оплате арендной платы никак не касается. Поэтому, друзья, будем мы дальше мониторить эту тему, так как он касается наших жителей. Люди не должны пострадать. И считаю, каждый случай будем разбирать отдельно, точечно. Продолжение следует...